Твоя работа? Нет, нет, минуточку. А, Галя, Галина Яковлева, еще одна моя подруга, а вот тоже пешик, тоже Хасанский, так, вот, тоже расколола, Лариса, научил? Научил, спасибо тебе, ты теперь уже учитель, вот, расколола, танцировала, так, вот я адрес не полный, где живет? На Сахарине, сколько к ней шла посылка? Отправил ты в нас, опять дней, до Сахарина, значит, мы еще можем что-то, вот, так что я, это самое, Галина, вас не забыл, вы вырастили, я подчеркну, почему я это показал? Да потому что, не Хаби, до начала, вы вырастили персики железного, получили урожай, вот они, Благодаря вам, и Сахарин быстро покроются этими самыми саженцами, а потом и першики будут есть. Ирина, хочу сказать огромное спасибо вам, Валерий, за прикосы, которые, благодаря вам, мне удалось, наконец, в Российской области. Вот, школьник надо проходить, это в школах, даже не в институтах, чтобы потом школьники-родители своих научили. Смотрите, еще пример, здесь от Валерия Александровича к Кабу, то есть от меня к нему, от него к Яковлевой, а здесь, смотрите, Благодаря вам, мне удалось вырасти в Калужской области. Посаженный на холмик с саженец абрикоса вашего, последователь Макарова, А.И., привет, уже после второй зимы, подарил пять литров кусочек абрикоса. До этого сажал несколько раз, прогибались через два-три года. Почувствуется ли разницу? Макарова называет меня учителем, хотя, по-моему, у меня скоро сутки, ученики, пора идти. Так, я не знаю, как добавить фото, они реально прекрасны, вот эти, видите, что прогибались через два-три года. Про них она так не написала. Низкий вам поклон за ваше наблюдение, труд и терпение. Родом из Красноярску, но живу между Москвой и Калурией. Спасибо. Мало Ярославец. Вы поняли, как получилось? Макарова разливает, как называется, эстафету. Вот, пять литров кусочек абрикоса. Ребята, я хотел попозже потом говорить, но скажу сейчас. Вот, вот они первые пять литров не отравлены. Вот, сейчас вокруг меня умирают люди и похороны. Может быть, я такой особый. Вот, онкология, вот, плюс эти самые вирусы. Знаете, какой этот самый, коронавирус. Вот, и я думаю, а как это могло так случиться, что вроде бы всё благополучно, да? Вот, а нам обещали, что мы сейчас засучим рукава, и у нас будет продолжительность жизни расти. Я не знаю всю правду, все цифры, но я вижу, вокруг меня вымирают люди. Два пути. Или жить, мучиться, болеть бесконечно, или умирать. Нормально, уже ничего вокруг меня не осталось. Одна из причин, это мои наблюдения, мои выводы. Это, естественно, низкокачественные пищи, это понятно. А где те куры, что в посёлке Майна, на рынок мы ездили за кулями, за салом, за яйцами, за творогом, за сметаной, за маслом, за молоком. Вот. А у людей же не было, а что сейчас, попробуйте, если яйца разморда есть, а других нет. Людей вывели же нормально. И они же просто исчезли, кто этим занимался. Вот и всё. А теперь что? Еда низкокачественная, но мы-то с вами, друзья, отвечаем только за фрукты. Больше не за что, 40 обработок, разве можно кушать то, что в магазинах? Если нельзя, а своего нет. А как получается, что сейчас мы бросим все силы на это дело? Я не говорю, что эти промышленные сады. Помочь людям? Помочь людям? Естественно, не брать деньги за эту же землю, на которую посажен сад. Естественно, да? Вот. И какой-то рывок нужно сделать. А рывок сделать пока невозможно. Это значит, что наступило лето. Огромное количество посадочек я реализовать не смог. Даже черенки не смог реализовать все. Вот. Хотя калечил с высад. А по всей стране это было бы все равно камблем в море. Вот. В этих самых... Сегодня... Как вам сказать-то? Вот два последних случая. Один, по-моему, я рассказал, да? Нет. Сейчас. А сегодня крупнейший садовод России. Крупнейший и раскрученнейший. Я лично с ним знаком. Он когда-то мне книгу в Москву прислал с этим, с октографом. Железовый ад. Поэтому фамилию даже не говорю. Он сегодня на телеканале... Даже не называю телеканал. Федеральный телеканал. И вот он стоит возле дерева. Дерево, листья уже практически мертвые. Вот. И говорит, напала маниллез. Маниля. Маниля – это гриб. Вот. Я вижу огромная страшная рана посреди дерева. Размеры раны не преувеличивают. У меня был соблазн сфотографировать. Но опять... Ну, как вам сказать-то? Выставлять его не в чем. Неудобно. Ведь когда-то дружили. Вот. И что мне делать? И вот такая рана, да? Дерево больно из-за этой раны. Оно изувечено. И уже когда листья сдохли, на них тогда садятся грибы. То есть, все наоборот. И вдруг крупнейший садовод России, раскрутнейший, рассказывает, что надо теперь эти листья отрезать. Да, конечно, отрезать, они все равно мертвые. Вот. Ну, а чуть ниже, еще и конкретный вопрос мы с вами разберем. Вот. Вот это вот, чтобы не быть болтуном, я просто взял фотографию. Обычную фотографию. Это фотография абрикоса, который никогда не помрут. Вот. Вот. Мороз уже до 40 выдерживает. Уезжая, ну, то есть, два года из трех, последние годы. Вот. То есть, из пяти, пару лет могут быть пустые. Но это не обида. Можно и банки запасаться годами стоять, компоты не пользуются. И соки, и варенье не пользуются. Все можно. Я же не говорю про сухофрукти. Вот. То есть, можно обеспечить себя абрикосами. Даже абрикосами. Итак, значит, посмотрели. Это основа, одно из основополагающих принципов. Ага. Десять. Она ставила. Продолжение следует...